Так, ладно, вторую запись тогда сделаем. В общем, для тех, кто только что посмотрел видео, которое называлось «Матч за третье место» на ВЦА, оказывается, матч еще не закончен. Тут у нас продолжение есть. А счет 2-1 в пользу Тиаша. Я не знаю, возможно, просто на ходу правила поменяли, либо изначально был такой. Но тут проблема в том, что уже вроде как написали, что все. Ну, мы, наверное, не это... Да, короче, только что в Твиттере обновилось, говорят, что это БО-5. Нет, я сказал, что то, что в финал будет БО-5, это 100%, а про матч за третье место нигде инфы не было. Ну, значит, мы еще посмотрим как минимум одну катку, и у Юмика все еще появляется шанс вытащить игру. Это карта Эха. Здесь герой снова из Та Пандарена берет первому. Не, ну, Тиаш зато сегодня игру показывает очень разнообразную. То есть, Бисмастер, ДХ, Дарк Рейнджерка, Пандарен. Это показывает нам то, что за эльфа можно играть, в принципе, любой стратой. Неважно, какого ты героя берешь. Делая Мишка Дрят, ты можешь выиграть в любом случае. Так, здесь Мунвелл под боком. Ну и против Пандарена играть нужно агрессивно. То есть, я когда вижу Пандарена против себя, я всегда агрессивно играю. То есть, нужно рано идти на Харас, чтобы Панда не прокачалась до третьего. Просто, если Панда будет третья, это все КП. Потому что она тебе всех футменов сбреет с рабочими. Если сейчас здесь амулет энергии, еще выпадет. Нет, это амулет Миссов. Не такой хороший девайс. Блин, у меня часть шоколадки в клавиатуру провалилась. Ништячок. Блин, ну короче, чистить уже клаву. Там слишком много ништяков. Так, ладно. Тут Пандарен прорывается второго уровня. Магазин на мейне, Т2. Быстро здесь тяж продолжает крепить Панду. Но третьего уровня не будет. Заходит Панда. Пары дыхания. Неплохо. Но третьего уровня-то нету. Хотя, третий уровень будет через два раба. И будет ли откидывать... Ой, какая выжечка по таймингу! Но успевает третий уровень получить аж... Какая грязь. Минус... Все рабочие. Пять штук. Здесь футмены с дефенсом. Отгоняют пацанов. Отгоняют пацанов. Отгоняют пацанов. Блин, чё-то я не понял, куда я уронил фигнюшку одну. Так, сори, шо, отвлекся? Пришлось поискать. Панда уже третьего уровня, блин. Даже четвертого! Четвертый левел. Здесь магазин отменили. Ха-ха, кстати, нету у тяж. Он забыл про Хантер Холл. Ставится экспант. Экспант сейчас отменится. Довольно легко. Хотя нет, здесь тролль с полной маной. Поход, дело не отменит экспант. Ой, еще и барак по лицу дает архимагу. Нужно на персоналке уходить. 20 хп персоналочку делает. Я же забыл Хантер Холл. Сейчас отстроился. Вот флорницы. Панда-то уже близится к пятому уровню. Еще и книга опыта выпадает. Ой, лакерок. Лакерок. Здесь у нас вышечки. Т2 идет. Но панда почти пятого уровня. Здесь архимаг второй. Вы представляете, что это такое вообще? Второй левел против почти пятой. Две лорни сразу ставятся. Но проблема в том, что книгу опыта не взял тяж. Если архимаг каким-то образом вот сюда заглянет, это будет плюс 100 хп. Заход на экспант, который достраивается. Может увидит. Вот, кстати, он сейчас был вижен, но он не обратил внимания. Вот он видит ее сейчас. Вижен есть. Видите, вижен был. Но не заметил. Купает инвиз. Интересно, а Тяш вообще видел, что там книга опыта упала? Тут футмены. Тяш тоже не знает, что там книга опыта валяется. Это пятый уровень. Ровно, смотрите. С 1300 хв это ровно пятый уровень был бы. И архимаг видит это. Видите, постоянно. Не обращают они внимания. Была бы сейчас пятая панда для Тяша. Или третий архимаг. Блин, куда я этот? Отвертку свою уронил, которую я чищу. Не могу понять, куда она улетела. Тут барак еще подходит на криппинг. Архимаг в инвизе. Мало Тауэр Кутиаша против панды. Ну и первые дрядки. Здесь будет соло панда, судя по всему, второго героя. Но второй герой, если только взять демон-хантер, чтобы контрить монобернами МК. Ну, первый уровень. Так, Юмика здесь заберет. Блин, у Юмика, конечно, просто провал по XP. Второй уровень. Здесь давно уже пятая. До сих пор книжка здесь лежит. Книжка XP все еще лежит. Нет, Турелли, он просто забыл. Он не увидел, что там книга опыта выпала, и все. Просто меня поражает наивность людей, которые думают, что топовые китайцы не забывают книжки взять. Если уж Хавк забывает, то топовые китайцы и подавно. Панда сейчас просто сдует всех рабов. А пары что не кинул? Лол. Мог же пары кинуть, тогда бы рабочие сдохли сразу. А сейчас просто нужно красных отвезти. свиток здесь есть. Да. Я же говорю, две, три вышки мало, нужно больше магические было ставить. Сейчас просто панда сдует магическую талку. Ну, правда, мана кончилась. Рабочих он тут меняет. Ой, здесь попытка какого-то крипджека. там какой-то девайс выпал. Погодите, у кого-то девайс выпал. Кто-то подобрал. Или мне показалось. Да-да-да, там у Арчи есть когти. Арчи с когтями плюс 6. МК инвул юзает. Причем 15-секундный заюзал, не 7-секундный. Очень странно. Ну, нужно откидывать в бамбра болт. А что в бамбра не кидают болт? Ну, ладно. Панда там вернулась на персонал. Дефенс включить, чтобы дрядка дамажилась. Не, вообще вот так сейчас Пандарен почти до шестого докачается. И вот здесь будет пробегать, увидит книгу опта и будет шестой. Такое тоже возможно. Вот здесь книга валяется, никто не берет книжки. Зачем читать книжки, если можно в Warcraft играть? Я всегда придерживался этой тактики. У Юмико еще под боком много точек для криппинга, но он их не забирает. Здесь панда сейчас может по моралкам сдуться. О, еще книгу опыта. Две книги опыта на карте. Ну что, у Юмико 68 лимита. Здесь 65. Единственный минус соло героя для эльфа, это то, что панду можно теоретически захеракилить, и плюс, ну один герой он сам по себе слабо заходит. Зельгабис поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает. На вкусные куриные грудки ПС не бросай варик. Три. Варик. Три. Спасибо. Откидывается болт в панду. МК все еще второго уровня. Очень много футменов. Нужно дефенс включать. Срочный дефенс нужно включать. Да, включает. Сейчас начнутся дыхания. Пары дыхания просто по футменам дикий. Свиток. Контрит. Лимита побольше у Емико здесь визуально. Третий МК. Панда близка к пятому уровню. Еще одно дыхание минус все футмены. И на ТП уходит Тяж отсюда, потому что у Емико все получше. Но Тяж практически ничего не потерял. Здесь минус 4 футмена и минус бамбар у Тяж. Возможно там дряд какая-то умерла. Так. Тяж забыл про грейды. Кстати, нет, вот там один... Один грейд на защиту сделал. У Емико уже должно 2-0 быть. Нет. У Емико... Нет, 1-2 есть грейд на брякерах. Хорошо. Делается апгрейд на престольный мактир. И что будет? Давить эти? Или еще покрепиться? С пандой вообще очень тяжело. Нельзя ее просто взять и застроить, потому что очень быстро сдувает таврки. Панда близка к 6-му. Но 6-я панда, она не прям сильно решает. Если в битве Хуман убил большую часть лимита у эльфа, и 6-я панда превращается, то там она ничего не делает практически. Ты можешь чуть-чуть отступить, от Хиттен ранить. Но вот если прямо в самом начале битвы, когда вот такое количество медведей, панда 6-я решает хорошо. До сих пор книгу опыта никто не взял. Вы представляете? Просто книгу опыта. Которая сейчас практически 6-й уровень панды выдала. Когти плюс 9, бесполезный девайс. Минус рабочий. Ну что, будет ли Т3 Юмика выходить? Надо, наверное, все-таки в Т3 выйти, чтобы была картечь. Паладина возможно сделать. Там в что-то еще перейти. В эрике добавляется наконец-то у Тяша. Хреста подрезает. Панда уже, по сути, 6-й уровень вот на этой мортирке получит. Если сейчас ее кто-то стопанет. Ей, кстати, некуда бежать. Здесь застройка полностью. На мейне тауров нету. Да, это 6-я панда. В мортире некуда бежать. Сзади здесь троллей подрезают. Нет, панда 6-й не получила. Не хватило чуть-чуть экспы. И позиция хорошая. Но, блин, снова Юмика как-то мало. Блин, феррика здесь закидывается. Вертолетов-то нету. И 6-я панда на вертолетике получает. Откидывается болт в пандарена. Неплохой фокус. Выжигается мана. Но панда прорывается к кастером. Сразу дыхание и сразу ультимейт. Сразу ТП. А где вообще лимит-то у Юмика? 78 лимита. Я не вижу его. На базе тут пару брякер стоит. Менты есть. На менты против панды это такое брать. Но сейчас можно. Так, здесь пандарен чисто идет в соло. Мочить футменов. Надо сразу с болта убивать панду, которая кидает штаммы. Есть минус в фэкторе. Демон хантер вторым героем прибегает. Я об этом говорил пару часов назад, но все-таки он сделал его. Правда, первый демон хантер против третьего МК. Бандарен там с банкой маны есть. Сейчас сможет ворваться с банкой. И АМШ еще врубить. Будет ли АМШ сейчас под болт? АМШ под болт. Сучок-то хитрозадый. Есть ли свитки? Свитков больше нет у Юмика. Да, еще и неплохие моноберны на 50 проходят. Ну, посмотрите просто, что с демоном первого уровня. Ну, его там зарезали, как свинью. Есть на мейне медведи фермы сношают. Бандарена пытается убить. Ну, там есть ТП. 200 хп. Будет ли? Сейчас на Реджуф надо делать. А, нет, у медведей маны нет. Хочет, хочет Пандарена убить. Если убьет Пандарена, будет шанс перевернуть эту игру. Как тут фокус-то быстро сделать? Нет. Блин, болт не кинул. Рано вышел из инвиза. Ну, еще и потерял на этом несколько лимита. Печальная ситуация. Снимая панда. Демона даже не воскрешают, кажется. А, нет, демон воскресился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Это 1700 голды, 1700 леса. Можно в Химеру уже давно выходить. Там 3-3 грейды. Это жесть. Просто 3-3 грейды на мишках. Какая же эльф имба, что даже человек, который играет за Хумана, убивает другого Хумана за эльфа. Т3 делает юмика, но поздновато, мне кажется, здесь минус 40. Примерно такая же ситуация, как в прошлой игре, на мейн наваливается. Ну и банды уже кулдаун есть на ультимейт. Много вертолетов, но вертолеты от одного дыхания сдохнут. Ну отводи вертолеты, ну что ж ты делаешь, иммика? Просто всех вертолетов отдал. Там масса иллюзий на МК. Нужно срывать ментов. Там много ментов, нужно срывать их. Тут любая помощь поможет. В МК снова Берны. Демон Хантер никакой там. Может сейчас Демон Хантер сдохнет, но там пары дыхания и ультимейт. Просто грязь. Какая-то дичь. Саная раса эльфа. Никакого уважения вообще к этой игре. А иллюзии куда убежали непонятно. Понятно почему там Моноберный пропускал. Иллюзии просто убежали. Я даже не хочу эту фигню комментировать. Просто какой-то посос. Что тут Ямико может сделать? Панду отпустило. Но тут есть халявные медведи, которых можно забрить. Медведи умирают. Пятый Архимаг. Все рабочие сдохли. Панда уже 28-я. Ну ты три сделался. Тысяча голды у Ямико есть. У тебя же что по ресурсам? Тысяча триста. Химерницы давно бы он поставил. Я не знаю, что он в этой игре ни химер не ставит. Мейн закончился. Книга опыта до сих пор лежит. Надо потом мем сделать какой-нибудь с книгой опыта. Уже третий Демон Хантер, второй Моноберный в МК. И 2000 осталось голды. Кузницу снесли. Кортечь делается. Какая картечь, блядь? У тебя три юнита. Мейн закончился. Делается апгрейд на полиморф, на Иннерфаер. Это круто, конечно. Какой полиморф? Там один полиморф кидаешь и Ферри Драгон убивает все. МК в инвизии. Это круто. Но тут посмотрите, какое количество медведей, а там Близзарда нет. Единственный плюс, что там Дриад нет и Лемы неплохо работают. Будут вообще Химеры сегодня. От Тяша. Нет, Химер не будет. Жалко, что на Мэйне вышек нет у Юмика. Им сейчас придется этот как раз Мэйна отдавать. В такой ситуации, конечно, когда много медведей чисто, нужны сорки. То есть нужно много сорок с замедлением. Тут еще полиморфы сейчас будут. Правда, там у сорок чекмана уже нет. Неплохо там за счет болта откидывается. Можно сейчас ДХ убить. Можно ДХ убить. Нет, не кидает. Стаффа-то нету. Реджув сейчас пойдет. Нет, Реджува нету. Маны нету, медведей. Не того он Реджувнул. Слушайте, неплохо здесь Юмика соржается. Из того, что Тяш делает пососный лимит чистый медведей. Тут можно еще тащить. Тяшу нужно больше Дриад. У него чисто мишки. Ой, там коня ловит. Коня неприятно ловит. Стафф есть ли? Стаффа нет. Ну и кончик не убежит. Или конь убежал? Конь убежал. Быстрый какой. Дыхание. Юмика неплохо хитон ранит. Жалко Близзарда нет. Еще Близзарда чем хорош тем, что ему пофиг на грейды. То, что там 3-3 медведя. А вот и лемам. Которые, конечно, лемы крутые. Но они по мишкам вообще урона мало наносят. Там 3-грейд на защиту. Не знаю, что Химер тяж не сделал. Реально бы уже давно пару Химер бы все убило. Ой, пропускает Моноберт на соточку. Хороший Глэп. Но где Близзард-то? Близзарда не хватает. Там под шумок вертолеты забрили Ферри Драгона, но после этого получили дыхание. Неплохо тут Юмика сражается. Паладин получает Моноберн. Подкручивается Архимаг. Архимага нечем спасать. Нет, диспеллет Прист. Прист диспеллет. Инерфайр, кстати, нужно на мортир кидать. Ну и вообще на героев. Здесь один Михаил расправляется с рабочими. Все, деньги закончились у Юмико. 62 лимита у него. А у Таши еще 1700. И да, запас поголдин. Восьмая Панда уже. Тут уже рабочие с мотыгами начинают откидываться. ТП есть у Таша, поэтому пофиг, что ему там героев укусят. Маны тем более нету МК. Здесь Медведя зарезали. Четвертый Демон Хантер. Ой, фокус пошел в Панду. Панду Клэп. И это убивает Панду. С восьмого уровня получает пятого МК второго Паладина. И сейчас можно здесь забрать. Забрать Тиаша. Нужно Демон Хантера. Демон Хантера Болт. Ну что ж ты не кинул Моноберн, пропустил. Такая... Блин, шо ж ты Болт-то сразу не кинул. Мог бы Демона забрать и разрулить тут Медведей. Чо ж ты Болт не нажал. Был кулдаун. Пятый МК. Ну и опять Панда Воскринд. Там куча ресурсов. В принципе точно такая же игра, как прошлая. Тысяча ресурсов. Болт. Болт нужно в Демон Хантера кидать. Кидает. Клэпки дает. Да нет, проблем в том, что куча ресурсов у Тиаша. Та же самая игра, как прошлая. Юмика убивает героев, там по армии что-то убивает. Но в итоге куча голды и эльфы решает. Там два инвула, два свитка. Можно как раз попробовать сейчас. Было минус 20 вертолетов. Можно было попробовать сейчас Демона убить. У него не так много ХП. Ой, МК красавчик застрял. Персоналочку юзает. Иннерфаер спас МК. 20 ХП осталось. Но тут уже ничего не решает. 40 лимита. Там 76. Мортирка подрезается. Снова Пандарен ультует. Здесь уже вышки не помогут, потому что их нету практически. У Юмика был еще один шанс затащить. Все-таки тяж затаскивает третье место. Я думаю, теперь точно вряд ли они там блок 18 придумают. 3-1 побеждает тяж в матче за третье место. 4-1 побеждает тяж в матче за третье место.